На центральной площади Владивостока 8 и 9 сентября проходит 25-я ярмарка «Приморские продукты питания». Жители и гости приморской столицы могут попробовать и купить продукцию ведущих сельхозпроизводителей края. В ежегодной ярмарке принимает участие кооператив «Борисовский», чья палатка со свежей молочной продукцией пользуется у покупателей особой популярностью. Наша продукция производится только из натурального молока. Но от этого у нее такой вкус домашний, очень вкусный. Мы одни из немногих, кто работает только на натуральном молоке. У нас своя большая ферма, находится она в Уссурийском районе, с большим поголовьем. Скот наш молочного направления. В этом году молокозавод представил на ярмарке новинки – йогурты со вкусом клубники и персика. Изменилась и фасовка творога. Теперь есть упаковки по 500 и 300 грамм. Продукция компании каждый год занимает призовые места на краевой ярмарке. У нас вся продукция популярная очень. Сыр адыгейский, ну, как бы его все знают, мы уже на протяжении двух с половиной где-то лет продаем его. Заняли в прошлом году грант-при за него. У нас йогурты ягодные очень вкусные, персик новинка и клубничка. Мы каждый год приезжаем на ярмарку во Владивосток, и у нас каждый год призовые места. В палатке Борисовского молокозавода представлен широкий ассортимент. Покупатели приходят сюда за свежим молоком, творогом, сливочным маслом, йогуртами и адыгейским сыром. Я купила сметану и йогурт. Сметану я попробовала, мне понравилось, поэтому я купила. Да, все маслечко надо взять и йогурт очень вкусный. Я даже не попробовала, мне просто понравилось. Ну, йогурт, да, полезно. Здесь разные виды. Я взяла персиковые и ягоды. О качестве и натуральности товаров Борисовского кооператива говорит недолгий срок ее хранения – 2-3 дня. Вкусная и полезная продукция молокозавода продается не только на ярмарках, но и на полках крупных сетевых магазинов края. Олег Завьялов, Татьяна Бондарева, Новости на Восьмом.